Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, виртуальная студия Алексей Орлов, Ольга Александр Юнязовы. Здравия, Ольга! Здравствуйте! Здравия, Александр! Здравия! И мы сегодня поговорим на тему ведическая психология. Вот что такое психология, многие, наверное, слышали, и психологов видели, и, может быть, даже кто-то обращался. А вот что такое ведическая психология, наверное, сегодня нам предстоит об этом узнать. Итак, я для начала предлагаю немножко рассказать о себе, о себе любимых, о вашей дружной семье, и потом уже потихонечку перейти к ведической психологии. Потому что как в семье, так и в жизни. И я думаю, что если в семье есть лад, то в этом случае тогда есть о чем рассказать с точки зрения ведической психологии. Итак, Ольга, предоставляйте возможность чуть-чуть раскрыть завесу тайны о вашей семье. Благодарю. Здравствуйте, дорогие телеслушатели, радиослушатели. О чем мы сегодня хотим рассказать? В начале 90-х, когда рухнул тот самый железный занавес, и сюда, к нам, в Россию, хлынуло огромное количество разнообразных психологов, сектантов, гипнотизеров, ну, в общем, было много всего. Разумеется, это не могло не откликнуться в моей душе, и я отправилась на поиски, поиски именно вот этой информации. И в одном из обществ, так называемых, встретила будущего мужа Александра. Ну, то есть можно сказать, что мы с ним встретились вот где-то в поисках подобной информации. И дальше пошли искать вместе. Можно сказать, что мы ходили по очень, как сейчас называют, страшным, тоталитарным сектам в том числе. То есть какие-то организации были, ну, как минимум, безобидны, какие-то были реально опасны. То есть мы встречались с такими жесткими, как их называть, зомбирующими гуру. Ну, и вот остановились на одной технологии, в общем, которую и благополучно в те времена, в 90-е, это было еще очень такое новое направление. Хотя на самом деле, конечно же, очень-очень старое, можно сказать, древнее. Вот отсюда и пошло название ведическое. То есть что такое ведическое? Это, ну, все сразу представляют себе Индию, чакры, там, всем тел. В общем-то, нас через эту информацию и вели к пониманию наших внутренних состояний, наших внутренних эмоциональных состояний и способности ими управлять. То есть это не была классическая психология, как ее обучают в современных институтах. Вот. Поэтому, но, как бы она ни называлась, если эта технология работает, она, разумеется, дала свои результаты. И на каком-то этапе нашей совместной жизни, работы, при этом, разумеется, мы работали на обычных работах, где платят деньги. То есть все было хорошо, потому что, ну, я сейчас так думаю, что это было потому, что мы с умом использовали полученные знания, применяли их в жизни. И вот на каком-то этапе, ну, какая-то из моих подруг задала вопрос. То есть, Оля, почему? Почему у тебя все так хорошо, когда вокруг все так плохо? Как ты вообще умудряешься? И вот объяснить человеку в двух-трех словах то, чему меня обучали, предположим, целый год. Причем обучали именно не так, что вот запишите, пожалуйста, и под диктовку, а обучали в каких-то ситуациях, на примерах на каких-то, но это нереально вот так вот взять и в двух словах объяснить. Поэтому передо мной встала задача, ну, человека на самом деле надо было уже спасать. Передо мной встала задача передать эти знания. Но для этого надо было, как минимум, перевести их на современный, обычный, простой, доступный нормальным людям, которые шарахаются от всех этих сект, от всех этих, ну, как это назвать? От всех, да. Чего тут другие слова подбирать? То есть люди, конечно же, этого боялись. И поэтому я начала переводить эту информацию на современный, доступный русский язык. И первыми моими слушательницами, ученицами, можно сказать, были сестра с подружкой и две студенческие подруги. И вот, можно сказать, я этот курс создавала таким образом, что я начала рассказывать. И по мере их вопросов продолжала создавать ответы. Продолжала ответы. И вот у нас получилось, ну, порядка 12 занятий. Мы собирались раз в неделю. И вот на самом деле сейчас, вспоминая вот те времена, я понимаю, что это было, ну, какое-то введение свыше. Тогда курс назывался, как-то я его так придумала, обозвала совершенно по-простому. Да, к тому времени я уже закончила курсы повышения квалификации в университете по классу социальная психология по курсу. И у меня были такие корочки красные, где было написано, что я социальный психолог. И поэтому, ну, действительно, людей это не пугало, вызывало определенное доверие. Но, тем не менее, я обучала именно тем самым чакрам, там, аурам. Но объясняла это с точки зрения современной, доступной, понятной людям науки. Ну, предположим, вот то, что мы, например, из ведизма знаем, как чакры, очень легко сопоставляется с современной медициной, со знаниями о гормональной системе человека. То есть, к примеру, третья чакра – это в ведизме воля, эгоизм, ну, какой-то такой характер. А если посмотреть, какие гормоны выделяются в этой области, мы видим адреналин, ну, и вот другие гормоны, отвечающие за какую-то, ну, давайте назовем это простым словом, злость. То есть, именно твердость такая. И, ну, если пробежаться по всем чакрам, то везде мы увидим, что там расположены гормональные железы. Вот. И через это, опять же, я людям объясняла, что, вот посмотрите, в определенном возрасте запускается определенная гормональная система и начинают проявляться совершенно конкретные эмоциональные состояния. И люди от этого не уйдут, и они зависимы от этих эмоциональных состояний. А потом, ну, где-то что-то ломается, где-то кого-то начинают встраивать в социальные рамки. И поскольку, если раньше в бедизме детей обучали в соответствии с этим знанием, то сейчас, ну, или на тот момент обучали, ну, воспитывают уж как получится, как придется. То есть не обращая внимания на эти важные моменты. И поэтому люди ломаются еще в детстве. И дальше они живут сломанные. И для того, чтобы просто изменить свою жизнь, чтобы сделать ее нормальной, хорошей, приятной во всех случаях, во всех смыслах, надо вернуться туда в детство и вот разгладить все эти морщинки, все эти заломы. И как это сделать? Понятно, что, конечно, возникает вопрос, как это вернуться в детство? У нас что, есть машина времени? Оказывается, да, наша машина времени – это наша память. И все эти болезненные ситуации неизбежно заставляют нас вспомнить то состояние, которое породило эмоцию, которая впоследствии диктует и формирует наш характер. Но это непросто, это нельзя так взять и увидеть. То есть там определенные технологии. И вот этой технологии я обучила этих своих первых учениц. И буквально за три месяца жизнь начала налаживаться у них. То есть получается не то, что мы становимся как бы податливее вот этому жесткому, жестокому миру, а мы меняемся изнутри, и мир вокруг начинает меняться. Это, ну, человеку кажется каким-то чудесным совершенно способом. Кстати, очень многие, ну, там, вспомним того же Зеланда, он говорит, вы просто переходите из одной реальности в другую реальность. На самом деле мы остаемся в той же реальности, мы просто начинаем жить в другом режиме. И люди вокруг начинают относиться к нам по-другому. Соответственно, вся эта реальность, она неизбежно меняется. Вот. И поэтому, ну, так, закончив о тех первых ученицах, люди начали видеть в них изменения. Те, разумеется, с восторженным, с восторгом в глазах начали рассказывать, как это у них получилось, но, ну, передать, типа, идите, вот, Оля вас научит. И ко мне пошли подруги их подруг и так далее. И таким образом вот этот вот сформировался курс, который поначалу назывался просто стабилизацией личности, а уже потом, когда, ну, когда я уже перестала стесняться использовать все эти слова типа чакра, ну, то есть, честно сказала, ребята, ну, это все не я придумала, это все древнее, индийское, можно сказать. А потом, как выяснилось, мы уже узнали, что в Индию-то все это принесли брахманы, а брахманы пришли откуда? С севера. Ну, и, в общем, пришли-то мы к тому, что на самом деле это наше родное, древнее, просто переведенное сначала на один язык, потом на другой, и, в конце концов, вернувшееся к нам же под каким-то таинственным восточным соусом. Вот, поэтому сейчас, что такое ведическое? Веда – это от слова «знать», знание, да? И поэтому, ну, просто так вот дать человеку упражнения, это весь этот курс состоит на упражнениях. Это не просто передача каких-то знаний, потому что, ну, как я люблю говорить, бесполезно рассказать человеку устройство велосипеда и как на нем ехать, то есть как крутить педали и держаться за руль. Пока человек не сядет, за этот руль не возьмется, не научится держать равновесие, не научится крутить педали, то есть не выработает определенную, определенный автоматизм в мышцах ног, он не поедет. То есть отдельно крутить педали и отдельно держаться за руль не получится. То есть тут нужен полный комплекс мышечных движений. И вот если человек научился ехать на велосипеде, то он уже не сможет просто так взять и разучиться. Вот это согласитесь? Он даже не сможет упасть, потому что он уже умеет падать, и его тело не позволит ему упасть. А поначалу он садился на велосипед и падал. Поэтому основа курса, она в том, чтобы, делая упражнения, вводить в автоматизм свои психические состояния правильные. То есть поставить, или как музыканты говорят, поставить руки, а здесь поставить психику, стабилизировать ее, научиться держать равновесие. И тогда уже все, разучиться уже невозможно. Уже дальше можно только совершенствовать трюки, увеличивать скорость, все такое. Но разучиться держать равновесие человек уже не сможет. То есть вот этот вот курс на это и рассчитан. Научиться держать равновесие. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот рядом с ним Александр, он каким-то образом помогает тебе или помогал тебе, как у вас там сейчас есть взаимосвязь такая, в этом деле разбираться, что-то направлять? Ты сама расскажешь, или, может быть, Александр в себя что-то добавит? Я могу, конечно, сам. Давай, конечно, сам. Я просто за себя скажу, что, конечно же, без него, во-первых, даже если бы у меня его не было, ко мне бы не пришли, не спросили, Оля, как? Потому что, ну, первая успешность женщины, это когда рядом есть успешный и при этом любящий мужчина. Вот это, ну, для женщин это основной показатель успешности. И, в общем-то, все так и спрашивали, где ты взяла такого классного. Ну, а он что, он вместе со мной обучался, поэтому вот предоставляю слово ему. Ну, Оля так очень быстро перешла от вопроса Алексея о семье к вопросу о курсах. Я немножко вернусь назад. Если говорить о семье, то встретились мы в 93-м, ну, втором году фактически. Вот, по сути, мы уже больше четверти века вместе, на одном пути. Может быть, я встал на путь поиска чуть пораньше, где-то в конце, в середине 80-х. Но, тем не менее, путь нас привел к одной какой-то точке. По разным секторам мы шлялись, встретились в одной. И дальше уже вместе шли. Вот, у нас двое сыновей, ну, с довольно большой разницей. Один уже совсем большой, ученый, занимается квантовой химией. Такой вот, сложная такая терминология. Младшему, вот, буквально на днях 6 лет исполнилось. Вот, так вот, воспитываем двух настоящих мужчин, надеюсь. Вот, что касается поисков, ответов на вопросы, ну, как уже говорил, ходили по разным сектам, как Оля говорила, ходили по разным сектам в поисках, в ответах на вопросы. Я искал ответы на свои вопросы, Оля на свои. В общем-то, как выяснилось, они очень похожи, эти вопросы. В итоге, они нас свели вместе. Ну, есть, конечно, взаимосвязь есть, и Олю я встретил не просто так, и Оля меня встретила не просто так. Как потом мы выяснили, мы ждали друг друга всю жизнь, вплоть до того, что рисовали потинки, как потом находили. Я там кого-то вот очень похожего на Олю рисовал. Оля кого-то очень похожего на меня. Как-то так вот все это сгармонизировалось. И слилось воедино теперь. Естественно, то, что Оля рассказала про курс, это наши общие поиски. Ну, во-первых, общие, потому что мы, в общем-то, и ходили везде парой. Ну, чаще всего. Не помню, никакой такой отдельных походов. Везде практически вместе были. То есть, все наработки, которые Оля применяла в жизни и излагала потом отдельным подружкам и друзьям и на курсах вообще, это, в общем-то, общий опыт. Ну, и, собственно, откуда он вырос? То есть, набирались теории. И эту теорию применяли в практику, решая свои вопросы. Собственно, добились достаточных, наверное, успехов. Почему, собственно, у людей начали возникать вопросы? Почему у вас так хорошо? Хотя это тоже, как бы, с разных точек зрения. Хорошо, не хорошо. Если чисто с материальной точки зрения смотреть, ну, в тот момент, когда вот этот вот курс создавался, ну, организовывался как курс, с обывательской точки зрения, ну, я бы не сказал, что у нас все было хорошо. Мы жили вместе с родителями. В одной квартире с деньгами, ну, в общем, хватало как бы на жизнь, конечно, но размахов особых не было. То есть, вот это вот ощущение, что у нас все хорошо, оно, видимо, было в большей степени не внешнее, а какое-то внутреннее такое излучение. Люди просто у нас, рядом с нами, себя ощущали очень хорошо. Ну, потому что мы добились такого состояния, и с ним по жизни, с этим состоянием шли. И суть-то была больше вот именно в этом, не в том, чтобы найти лучшую работу, найти лучшего там супруга или супругу. То есть, не в этих вещах больше, а именно в состоянии, которые, естественно, потом отражаются в жизни, в такой уже, ну, более физической форме. Что касается самого термина ведического, то есть, ну, в те времена, когда мы начинали это все осваивать, ну, вот, как бы, вот в таком ракурсе мало кто это рассматривал. То есть, тогда это все-таки ведическое больше ассоциировалось именно вот с Индией, там, с ведами, с индийскими. Ну, это было, повторюсь, что это было 25-30 лет назад, когда мы все это начинали. Как Коля тоже уже упомянула, впоследствии мы, в общем, тоже поняли, дошли, то есть, нашли информацию тоже определенную, общались с людьми. Вот такого же круга, такого расклада. То есть, пришло понимание того, что ведическое – это, ну, шире, чем Индия, что и все это, ну, я бы не сказал, что пришло откуда-то куда-то, оно было и там, и там. Кто куда чего принес, это уже такая отдельная, очень большая тема. То есть, мы в данном контексте ведическое, ну, вот, как Коля сказала, то есть, рассматриваем именно как веды – это знание. Ведическая психология – это психология, ну, скажем так, понимание, понимание, осознавание, сознательного использования, сознательной работы с психикой вот в таком ракурсе. Ну, естественно, по жизни встречали очень много интересных людей. Ну, самый, наверное, известный, так вот, из таких интересных людей – это Михаил Николаевич Задорнов, в библиотеке имени которого мы в эти выходные, в прошедшие встречу проводили. Ну, там тоже очень много интересного. Конечно, не, ну, как сейчас нам кажется, могли бы и плотнее, и больше общаться на такие, на такие темы. Ну, как жизнь складывалась, складывалась лишь, во-первых, ну, во-вторых, мы не единственные такие были у него. Он очень многих людей продвинул и сподвиг на подобные вещи. За что, ну, мы ему точно в этом признательны. То есть, тут мы еще не упоминали, наверное, так, скользко, наверное, так заметим, что курс, о котором мы говорим, ну, в общем-то, и жизнь наша, и Оли изложена в серии книг. Серию называем мы сквозь лабиринт времен, что тоже вот Олик сказал, что насчет машины времени, все это, по сути, на самом деле технология хождения по лабиринту времен, по лабиринту... Генетической памяти. Генетической, или как сейчас больше принято говорить, родовой памяти. Кстати говоря, те же, там, ну, не 25, наверное, 20 лет назад мы основали производство, такой кедропродукции целебной. В общем-то, исходя в том числе из таких же посылов, что мы убеждены и тогда были, и сейчас еще больше убедились в том, что правильно изготовленное кедровое масло, там, живицы, смеси разные с этими продуктами, они именно приводят к тому, что у человека пробуждается вот эта вот генетическая, родовая память, начинает задаваться вопросами, о которых раньше даже не задумывался, даже близко. То есть, ну, как бы, во-первых, это просыпается, во-вторых, человек получает возможность, ну, так скажем, вплоть до физиологического уровня восстанавливать себя, восстанавливать свой рот через работу с собой. Ну, собственно, вот эти 20 лет эта продукция выпускается, и, в общем, девиз там такой вот, как раз и есть, что это продукция для исцеления человека в целом, не только физического организма, а в том числе и психики. Ну, и тут тоже можно упомянуть, раз уж пошел разговор о кедровом масле, и нужно упомянуть, что в 98-й, наверное, год, мы познакомились с книгами Мегре, познакомились с внешними кедрами России, фактически тогда они только-только начинались, и, в общем, достаточно активно участвовали в организации, ну, такого, ставшего потом, достаточно быстро ставшего международным движением, участвовали, то есть, вот это вот производство кедрового масла, это как, ну, как один из элементов был, у нас был центр, здесь, в Екатеринбурге, офис, ну, так скажем, представительство такого движения, хотя формально международным оно никогда не было, и сейчас, таковым не является именно формально-юридически, то есть, это все было такое общественное именно движение, общественно-социальное, собирались кучи людей у нас с самого разного уровня там и образования, и достатка, и вероисповедания, и продвинутости, все вместе очень плодотворно и активно общались, ну, в какой-то момент мы от этой темы немножко отошли, на мой взгляд, вот как я это расцениваю, мы все же всегда были приверженцами того, что это большая работа именно с внутренней, с психикой, с духом, ну, с самим человеком, то есть, как вот мы не так давно тут общались с Андреем Ивановым, известным таким сейчас товарищем, в общем, как бы у нас единое с ним этот счет мнение, насколько я понял, что пространство любви, о котором говорят анастасиевцы, это семья, на самом деле это семья, и потом уже это вот пространство внутреннее можно переместить и на гектар, и на полгектара, и на хоть 100 гектар, главное, что это все-таки внутри, и мы, в общем, ну, скажем так, отошли от активных действий в, собственно, в самом движении, поскольку решили заняться вот такой идеологической работой, что, собственно, через книги и делаем. Книг уже, всего, всего 9-10 книг издано, общее количество, ну, так сложно сказать, ну, думаю, что тысяч что-то есть, может быть, даже больше, то есть, конечно, мы до звенящих кедров не дотягиваем, но как-то вот пытаемся свою лепту внести, надеюсь, что людям вот этого польза есть в разных видах. Хорошо. Вот прозвучало слово книга, и мне хотелось бы здесь акцентировать внимание наших радиослушателей и зрителей как раз на этот аспект вашей жизнедеятельности. Впервые начитку ваших книг я услышал о чуде. Это было много лет назад, и тогда обратил внимание на то, как и что в этих книгах подается. Вот мне хотелось бы узнать, каким образом Ольга вышла на написание книг, и почему именно вот книги нужно было начать писать. Ну, это история, вот опять же, в тех же звенящих кедрах группа энтузиазмов, энтузиастов задумала снять фильм. Это вот сейчас снять фильм у нас на сотовый телефон, все просто, тогда это было сложно, но тем не менее, вот, ну, решили попробовать и объявили конкурс сценариев там на по одному рассказу. И я решила поучаствовать в этом конкурсе, написала сценарий для фильма, ну, такого коротенького, можно сказать, короткометражного, но мой сценарий не одобрили, ну, в общем, не приняли, на самом деле там потом ничего не получилось со съемками фильма, но поскольку актеры, не актеры, а герои уже родились вот в этом режиме, они уже крутились в моей голове, мне уже было само интересно, а что же там дальше, ну, и какая-то из подруг, кстати, ну, давала людям почитать этот сценарий, они говорили, вот, как интересно, пиши дальше, и, в общем, сподвигли на то, что я все дела бросила и начала писать, и вот в процессе написания сюжета, то есть, это как бы художественная литература получалась, но туда начал вплетаться вот эта информация из моего курса, ну, а что пропадать добру, как бы геология, герои друг другу что-то рассказывали, как-то обсуждали, вот, и так начала писаться книга, я не думала, что ее будет аж целых 10 частей, на самом деле это, Саша сказал, 10 книг, но это одна книга, это такой сериал хронологический, одно за другим, герои растут, герои развиваются, что-то осознают, при этом с ними происходят какие-то события, приключения, вот, вот так вот оно и получилось, можно сказать, совершенно случайно, с луча, так вот, облучили меня, и я начала писать, но в первую очередь, да, это было интересно мне самой, то есть я подсматривала за этими героями и переносила в текст то, что видела, вот так. Замечательно. Итак, возвращаясь к вопросу ведической психологии, чем же все-таки ведическая психология отличается от обычной психологии? Ну, я не знаю, вот, честно скажу, что такое обычная психология, это наука, да, это, вот, если честно сказать, к научной психологии, я, наверное, особого отношения не имею, хотя, конечно, мне интересно, и что-то я оттуда беру, но любая наука, это для обычного человека, это не совсем непонятно всегда, это там, вот, академики собираются и умными словами друг с другом о чем-то спорят, ведическое, это, ну, веда, это в первую очередь знание, знание, это понимание, то есть, людям должно быть понятно, почему надо делать вот так, а не вот так, то есть, не просто верить на слово, там, учителям или ученым, они должны понимать, почему вот, вот эту заповедь нарушишь, ну, заповедь, это очень обширная, понятно, явление, но тем не менее, почему, вот нарушишь и будет тебе плохо, тебе в первую очередь плохо будет, то есть, твоя психология будет, ну, сложно, жизнь ухочется, да, твоя жизнь ухочется, вот, когда мне задают вопросы, чем они отличаются, ну, я не знаю, чем они отличаются, давай, я свое понимание расскажу, то есть, как вот я говорил уже, то есть, это осознанная, более, более объемлющая, более осознанная работа с собой, что-то в результате освоения этих знаний более емких, более глубоких, то начинаешь понимать, как психология связана с физиологией, как она связана с твоей жизнью вообще, как это связано, ну, там, грубо, не грубо, скажем так, громко скажем, с космосом, с микрокосмосом, твоим личным, с глобальным космосом, со Вселенной, при этом именно, что ты понимаешь, не просто понимаешь, а ты эту взаимосвязь ощущаешь, не просто логикой понимаешь, а именно как-то вот через образы, через приятие это приходит, внутри, в автоматизме, живешь, то есть работаешь, как бы, не как и наутишники, там, тренировались, движение, дыхание как-то синхронизировать, и вот они на этом работают, а ты просто, ну, как бы сам становишься, автоматически синхронизируешься уже с собеседником, с коллективом, в котором ты находишься, с ситуацией, с такими более объемлющими вещами. Понятно, что здесь без осознанности сложновато будет. Вот в таком ракурсе. И еще хочу добавить вопрос. Психология, она все-таки предполагает, ну, такая традиционная, предполагает, что пациент должен прийти к психологу, и психолог уже его лечит. То есть, когда люди слышат, психолог, это, ну, врач, терапевт, то есть, с людьми работают психологи. А в данном случае человек обучается и работает с собой сам. Он не привязан ни к кому, то есть, никто ему не диктует, как правильно, как неправильно. Он сам способен решать свои задачи. Вот это в данном и курсе, и вообще у нас по жизни, не привязывать к себе пациента, ученика. то есть, научился, понял, взял свой велосипед, сел, поехал, дальше едешь уже куда хочешь и не держишься, то есть, не создаешь вот этого вот сектанского круга какого-то. Поэтому через нас прошло, наверное, ну, достаточно много учеников, учениц, больше, поскольку вела я, ко мне, конечно, шло больше женщин, хотя и мужчины были. И вот сейчас, ну, рядом осталась, пожалуй, одна подруга, просто потому, что мы вместе продолжаем работать там вот по кедровому маслу, а все остальные, они, они разошлись, они по каким-то, ну, они занимаются своими делами и и не кучкуются тут рядом со мной, то есть. И это хорошо, нас не поустраивает полно. То есть, другими словами, ведическая психология это то, когда человек понимает сам, кто он в этой жизни, для чего он в этой жизни, как устроена эта жизнь, а не привязывается к какому-то человеку, который постоянно решает его мелкие проблемы. Стандартная психология это когда психолог вам готов услужить, но при этом он не раскрывает сути бытия, а пытается решить ваши проблемки для того, чтобы решить свои проблемки за ваш счет. И психология обыкновенная, она привязывается все-таки к рефлексорной, к рефлексорному восприятию этого мира и в науке прописано вот сделаешь вот так, рефлекс будет вот такой, решится вот эта проблема. Сделаешь вот так, рефлекс будет вот такой, решится вот эта проблема. То есть, работа с подсознательным уровнем животного начала. А ведическая это все-таки в первую очередь выстраивание такого образа жизни, где физическое начало служит нечто более высокому, и тогда решаются те проблемы, которые обычная психология решить не может. Вот у меня такое представление в физической психологии. Да-да-да. И, собственно, почему книги именно в таком виде появились, можно было бы написать методичку, описать упражнение, ну, как какую-то там теорию, какую-то практику, сделать такой учебник. Почему именно в книгах? Потому что книги, они, как я говорю, тоже во многом автобиографичны, потому что мы же осваивали это через свою жизнь, через проживание этих всех вещей, и в книгах как раз изложили и теорию, и практику именно через такой расклад, что как это в жизни, как это в жизни, в обычной жизни, в обычной жизни всех людей, каким образом оно вплетается в эту жизнь, как люди могут взаимодействовать с этим, как могут через это взаимодействовать с другими людьми. Ну, тут уже упоминал, что очень много интересных людей у нас в нашем времени на пути повстречалось, они, естественно, помогали все это осознавать и через себя, и через взаимодействие с ними. Мы-то тоже в книгах непосредственно Оле излагают, чтобы, во-первых, чтобы это было, мягко говоря, не скучно, потому что сюжет очень такой захватывающий, ну, и во-вторых, чтобы и теории, и практика были более понятны, как они именно в жизни, именно с жизнью соприкасаются, чтобы возникло более глубокое, более полное понимание, более образное. Ольга сказала, что многие люди, которые поправили свою жизнь, они отошли в сторонку. То есть, получается, это практическая психология, которая помогает человеку разобраться со многими вопросами, и дальше уже тот самый гуру, наставник, помощник больше не нужен. Правильно я понимаю? Ну, в общем, да. А не дергает ли это? Но если остались, то уже не в форме учитель-ученик, а в форме друг-друзья. То есть, мы продолжаем с некоторыми, продолжаем как-то взаимодействовать, переписываться, но, как в других сектах, вот эти вот ученики, а вот это вот над ними гуру стоит. Во-первых, меня изначально сразу пугала эта позиция, и она мне не нравится в других организациях. То есть, у нас позиция такая изначальная была, что не привязывать людей к себе, это во-первых, во-вторых, именно задача в том, чтобы сделать так, чтобы человек научился делать все это сам. Естественно, мы готовы помочь в чем-то, если человек придет и спросит. Но в целом задача именно такова, что сделать таким образом, чтобы человек мог всю эту информацию, все эти практики применять сам лично и независимо от других людей в своей, собственно, жизни. И главное, приобретя, купив книги, можно всю эту информацию получить, пройти путем героев по технологии, обрести ее, научиться и даже не поставить автора вообще в известность о том, что ты чему-то у него научился. Но, тем не менее, многие пишут, вот сейчас, когда уже век интернета и все это, просто люди пишут, а вот дайте нам методичку, дайте нам пошагово, чтобы мы там из сюжета эти зерна не выдергивали. И вот сейчас я работаю уже над тем, чтобы выйти в интернет с серией вебинаров, может быть, уже такой более четко, подробно, сжато, концентрировано этот курс передавать после долгого перерыва. Понятно. Ну, еще тогда у меня вопрос один. Много говорилось про секты, и, естественно, я думаю, наши радиослушатели и зрители задумываются. Так что ж, получается так, чтобы достичь какого-то просветления обязательно в какую-то секту сначала увалиться? Ну, нет, конечно. Секта, ну, во-первых, сразу хочу сказать, что секта в моем, в моих устах, это не, упаси Боже, не что-то оскорбительное. Секта – это от слова сектор, ну, то есть часть. в любом случае любой арбуз ты не можешь съесть целиком, ты его все равно режешь на части и какую-то частичку съедаешь. Ну, там тоже это образы из книги. Вот, и поэтому какая разница, с какой стороны ты подойдешь к пониманию, ну, то есть на каком языке ты начнешь обучаться. Но, тем не менее, да, чтобы прийти к просветлению, все равно обучение, какое-то обучение необходимо, то есть надо выбрать школу. Ну, согласитесь, что ребенок, если его не отдать в школу, он не придет к пониманию, он даже читать не научится. Ну, я так по-другому сформировал, не отдать в школу, а не начать учить. Ну, да. Если он не начнет учиться. Если его начать учить самостоятельно, родители будут его школой. Какая разница, да. То есть все равно просто так само по себе знание просветления на тебя не упадет. Не, ну, бывают, конечно, там описаны какие-то случаи, когда некий аватар входит в какого-нибудь там нищего, но это потеря себя. То есть это уже не ты, это уже аватар в тебя вошел, тебя вытеснил там какого-то больного, нищего. Мы же не об этом говорим, а чтобы человек развил свою душу, чтобы он пришел, ему все равно учиться придется. Ну, другой разговор, что ему один выбирает одного учителя, другой другого. Где-то я читала, кто-то сказал умный, что если бы Иисус, Мухаммед и Будда встретились, они бы сели вместе, попили чаю, пришли к общему мнению, а их последователи почему-то между собой воюют. На самом деле просто разные термины, разный язык говорят-то все об одном и том же. И идут к одному и тому же, только, но несколько с разных сторон. Ну, в общем, смысл в том, что множество сект это надо рассматривать с той стороны, как я говорю, универсального и всеобъемлющего пути единственного не бывает. У каждого своя собственная технология просветления. И чтобы эту технологию получить, нужно освоить много, много знаний, много информации, много практик. Ну, для этого, да, придется пройти, наверное, не одну школу, прочитать много разных книг, не одного автора, нескольких, многих. Тогда в итоге получится ну, такое вот, как синтез. Голографическое понимание истины, твое личное понимание, потому что за тебя же никто не сможет именно твой путь пройти. Поэтому, да, придется немножко потрудиться, походить, почитать, получить. Хорошо. Я свое наблюдение здесь выскажу по поводу сект. Большинство людей оказывается в сектах потому, что ищут чего-то в жизни и иногда они даже не понимают, что они ищут. Большинство людей ищут, как это показывает практика, целостность. А целостность для человека может быть обретена только в семье, когда два пола соединяются воедино, целое, и образуется семейный союз, образуется семья. И по моим наблюдениям, очень многие люди, которые входили в разные секты, заканчивают свое вхождение после того, как они находят свою вторую половинку. Вот так вот они ходили, 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 встречали, встречали, слушали, слушали, а потом друг на друга обратили внимание, и им секта становится это уже как-то не очень интересно, и они из нее на определенном уровне просто-напросто вываливаются и живут себе счастливы, довольны. Какие у вас наблюдения по этому поводу? Ну, в общем-то, так и с нами было, то есть, вот та секта, в которой мы встретились, ну, секта в кавычках школа, в общем, там ничего такого тоталитарного не было. Довольно быстро мы освоили эту технологию, ну, то есть, предыдущие все наши похождения нас достаточно хорошо подготовили, здесь мы встретили, ну, такую очень стройную теорию, практику, ну, хорошо ее освоили, на базе нее, в общем-то, и весь курс, наверное, создан в основном по большей части. Ну, только другими терминами, более простыми. Более простыми, более доходчивыми. Мы были там, наверное, не очень долго, и значительную часть времени мы там туда ходили, в эту секту, больше, ну, как в кружок по интересам, что ли, то есть, ну, не было тогда такого вот огромного количества людей, интересующихся подобными тематиками, как, собственно, и сейчас, не особо так много ну, ну, были люди, там были люди, которым интересно было с нами общаться, с которыми нам было интересно общаться, ну, собственно, больше туда, за этим и ходили, а так, так, да, то есть, мы стали семьей, да, мы. Подожди, но Алексей спрашивает, правда ли, что люди приходят в секту в поисках второй половинки? Ну, то есть, вот мы, например, друг друга нашли, но мы пошли дальше, то есть, мы не бросили психологию, мы не бросили эзотерику, мы начали уже дальше искать в дальнейшем, ну, в дальнейшем какие-то, ну, тут уже, да, совместный путь, и на этом пути, к сожалению, очень часто встречались такие случаи, когда люди в поисках вот этих вот знаний уходили из семьи, то есть, семьи рушились, то есть, вроде как была семья нормальная, но тут вот жену там или мужа понесло в эзотерику, особенно мы этого насмотрелись, когда общались с хришнаидами, тем, как втемяшилось, что вот надо брахмачария, и все, и жена не нужна, я же брахмачария, и у меня же там, ну, то есть, были, к сожалению, и обратные случаи, когда семьи рушились в столкновении вот с этими знаниями, с этой информацией, ну, наверное, потом... Я здесь вижу другую ситуацию, когда у человека в семье что-то не хватает, когда лебедь рак да щука, то в этом случае тогда человек начинает искать свое предназначение в жизни, и он обязательно наткнется на какое-либо учение, или это будет в формате секты, или в книге это изображено, или какой-то гуру, может быть, что-то подсказывает, да мало ли вариантов, и тогда он двигается по тому предназначению, которое у него есть, и семья становится для него уже тесновато, он видит, что не устраивает, а в том случае, если наоборот, он ищет свое предназначение, но не понимает, что первичная для него это семья, когда целостность образуется, то вот тогда он приходит в одну секту, в другую, к одному, к гуру третьему, встречает свою вторую половинку, и потом они совместно уже построив свою семью, меньше начинают интересоваться какими-то учениями на стороне, а сами создают свое учение, используя те навыки, которые они до этого получали как индивидуально, так и вместе. Да, да. Вообще, да, согласна, что в идеале, то есть ты рассказываешь идеальный такой случай, вот же нам в этом смысле повезло с этим идеальным случаем, но, к сожалению, наше изучение всех этих сект, коротко назовем, привело к тому, что многие гуры, гуры, многие учителя, именно ради создания вот этих вот своих ашрамов, каких-то вот этих сектанских образований, они наоборот стимулируют в человеке необходимость отказаться от семьи, ну вот уже упоминала здесь этих брахмачарей кришнаитских, каких-то, ну, монахов там, еще что-то, то есть зачем тебе эта вторая половина, уйди, просветление возможно только вот на таком пути, и я считаю это неправильно сразу, вот такие секты сразу можно относить к деструктивным, то есть если человеку не говорится о том, что первична семья, первична воспитание детей, то это, ну, это неправильно. Да, бывают случаи, когда, ну, вот, например, те же христианские, православные монахи, христианские монахи уходят от мира, я считаю это вынужденный путь, либо это для человека, который уже, в общем-то, прошел путь семьи, воспитал детей, ну, либо он по каким-то причинам, там, болен, то есть, ну, не может он жить в миру, и вот тогда он уходит от мира, ну, это, это путь спасения такой вам, но это не, не путь к гармонии, поэтому тут с тобой согласна, что если человек ищет вторую половину и находит ее в, да хоть где, хоть в какой секте, но находит ее и организовывает вот эту вот целостную ячейку общества, которая может взаимодействовать с более широким, ну, выходить на стороновой такой уровень, ну, то есть, жить вне каких-то ашрамских, вот этих вот, сектанских условий, то есть, становиться нормальными, полноценными людьми общества, полноценной ячейкой общества, тогда это правильные знания, если человека именно к этому подвигают. Ну, и, кстати говоря, вот Оля рассказала, с чего, именно как курс это все появилось, в большинстве случаев приходили люди, у которых были проблемы как раз в этом плане, и они их, ну, достаточно успешно, на наш взгляд, решали, именно вот в семейном плане, то есть, проблемы с семьей, приходит человек, и эти вопросы решает. Причем проблемы с семьей, ну, не обязательно, чтобы прямо прошла курс и тут же замуж вышла там. Нет, иногда это было, у меня, например, были женщины, у которых были дети наркоманы, сыновья наркоманы, они, ну, уже все, уже из квартиры все вынесли, ну, они просто уже не знали, что делать, можно сказать, пошли от безрасходности, а вдруг, да что поможет. И, как это ни странно, я даже сама была удивлена, да, действительно, они из этих своих, ну, детей с иглы сдернули. Получилось, потому что, то есть, ну, то есть, все равно это спасение семьи, то есть, не обязательно выйти замуж, наладить отношения с детьми, это уже, тоже хорошо. С родителями, потому что, семья, это ведь не только муж, жена, это же родители, дети, братья, сестры, это тоже очень важно. Понятно. Ну что, надо нам подводить итог. Со своей стороны, я вот такое заявление выскажу, что все, кто попадают в люди, которые не имеют цельного представления, не имеют целостности в своей семье, или не имеют в своей семье, они могут искать какого-то удовлетворения в эзотерике, в частности, в шизотерике, но когда они получают какие-то знания, и эти знания не делают целостности, не создают целостности, они все равно продолжают оставаться в секте, ибо целостности в этом мире у них нет, то есть, половинка так и остается половинкой. Когда же они обретают эту целостность, находят вторую свою половинку, то в этом случае у них переключается их взгляд на что-то более важное, и они эти знания могут применять. А те, которые гуру и прочие товарищи привязывают к себе, они выполняют роль второй половинки. И из-за своей гордыни, из-за страха такой гуру будет удерживать свою паству для того, чтобы ему было очень хорошо. То есть, страх, который вызывает гордыню, удерживает других, а другие люди, которые не обрели второй половинку, увидят в нем того самого заместителя, той самой второй половинки мудрости. Вот такая несложная схема выстраивается, и поэтому многие секты существуют, поэтому многие секты живут, но те, кто приобрел, получил вторую половину, кто сумел построить семейный союз, они просто из этой всей структуры выпадают. Так что, друзья, обращайте внимание, что с вами происходит, почему вас тянет туда или сюда. Может быть, просто вам не хватает счастья во своей семье. Ну хорошо, надо нам в заключение пожелать что-то доброе вечно нашим радиослушателям и зрителям, для того, чтобы душа встала на место после этих всех душесчипательных разговоров. Ну, что пожелать? Боюсь как-то так высокопарно высказываться. Пожелать целостности, исцеления пожелать как раз вот в этом смысле, что стать более целостным, целостным стать в обретении супруга или супруги, в обретении семьи, в рождении детей, в формировании рода своего, в восстановлении. Ну вот, как Оля сказала только что, что семья – это, собственно, не только муж с женой и их дети, это предки, это потомки, нити-правнуки, дедушки-прадедушки. И когда вот это становится, ну, так условно скажем, твоей сектой, твоя семья – твоя секта, вот тогда, наверное, наступает внутренний покой, гармония, и можно куда-то двигаться еще выше в постижении себя, в постижении Вселенной, в усвоении каких-то других высот. И, естественно, передавать эти знания, эти умения своим потомкам. Заражать соседей, друзей, соотечественников, сотрудников. Понятно, ну, как так, перефразирую немножко, коммунизм в отдельно взятой деревне невозможен, поэтому, ну, как на наш взгляд, на мой взгляд лично, счастья одной отдельно взятой семье тоже сложно достичь. Счастье возникает, когда одна семья, окружена такими же семьями, такими же друзьями, соратниками, ну, тогда, наверное, и возникает вот это то, что на самом деле можно было бы назвать счастьем семейным. Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, благодарю вас за добрую беседу нашим радиослушателям и зрителям. Напомню, что сегодня мы говорили на тему ведической психологии с Ольгой и Александром Юнязовыми в виртуальной студии Народного Славянского радио. Ведущим был я, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Пишите свои интересные вопросы, будем на них искать совместные ответы. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. До свидания. И лети ты на крылатом коне Русь далекие тысячелетия Русь Русь далеки Русь далеки Русь далеки Продолжение следует...